17 декабря 2023 года, вы с Олегом Сёскиным, мой канал большой, 140 тысяч нас уже, второй, ну где-то говорят, что миллион можно иметь, конечно можно со временем, второй Сёскин Юс, он маленький, а реча были раки большие, ну по 5, сегодня, говорит, маленькие, ну по 3, так и здесь. Что считать большим, что маленьким, да, говорит, стакан пустой наполовину, а другие говорят, нет, он наполнен наполовину, да, то есть у каждого своё восприятие, большого, малого, полного, неполного. Но вот в связи с этим давайте проговорим следующую тему, она просто рвёт со всех сторон. Это, во-первых, то есть власть Зеленского и вот этих его окружения, которые сели с ним в этот поезд войны, она становится всё более такой изолированной и вызывает всё большее неприятие у значительного количества людей Украины. О том, что её не воспринимает миллионы, десятки, говорит о том, какой объём людей выехал с Украины. Речь идёт о тех, кто даже приняли уже статус социальной защиты, как беженцы, да, в других странах, он превышает там где-то уже 6, около, ну пусть 6,5 миллионов, уже к 7 подходе. Сейчас увеличится, сейчас отток с Украины усиливается всё больше. И действия Зеленского и его власти, и вот этого неконституционного Верховного Совета, он антиконституционный, то есть он должен был быть распущен. Его не распустили под видом вот этой уловки про то, что военное положение, и они выполняют должны функции во время военного положения. Но по Конституции они нарушили свой термин. А военное положение, они же не велись под начи президента, они его продляют на каждые 3 месяца, то есть это безумие. Это замкнутый круг, понимаете? То есть те, которые уже неконституционны, они таким образом продляют своё пребывание в качестве так условного высшего законодательного органа. То есть это безумие. Тем более Украина же парламентская, президентская республика. И вот смотрите, что сейчас происходит. Ну самые умные и другие уже кого просто убрали. То есть если смотреть, сколько сейчас членов Верховного Совета? Уже 400. Я думаю, сейчас ещё ряд хочет уйти. Там были, кстати, у них выборы в партии «Слух народа», там Шуляк переизбрали на 2 года. Но говорят, что она хотела покинуть этот пост. Но ей не дали, слышите? Это, конечно, то есть фактически осуществляются везде диктаторские методы по удержанию ситуации, запугиванию людей в разных-разных, так сказать, местах. Я думаю, что если она умная девушка, то она с этим недолго, ну или мадам, или госпожа, как её лучше назвать, или для них она товарищ, да, она, я думаю, найдёт способ, как ей покинуть эту взрывоопасную должность. Потому что это, конечно, находиться во время антиконституционной клики, во время проигрышной войны, а Украина сегодня проигрывает эту войну геноцидно-террористическую России, причём стратегически проигрывает на сегодняшний день. То это, конечно, безумие. Это просто безумие. Потому что говорят, что у поражения всегда кто-то один есть отец. А вот у победы много, да. Когда была такая, когда в советские времена фотография, где Ленин на субботнике, тогда коммунисты-большевики, придумали всякие субботники. Ну, как народ бесплатно использовать. И Ленин там, типа, нес бревно. Ну, так потом, когда уже они утвердились, всё-таки уже все говорили, что они с Лениным несли это бревно, понимаете. Так и здесь то же самое, понимаете. Но тут, поскольку всё время идут поражения, и всё больше и больше, везде страшно лишь публикуются материалы. То, конечно, все хотят, уже умные, которые там в этом, в слугах народа, они хотят с этого тонущего корабля под именем Зеленской, шхуны Зеленской. Это уже как Титаник, да, только меньшего размера. Вот. Как корабль назовёте, так и он поплывёт. Помните, это самое путешествие, как это там, про Врунгеля капитана, да. Вот капитан Зеленский. И, естественно, ничего хорошего тут ожидать не стоит. Потому что Зеленский, он по своей натуре такой вот, именно как капитан Врунгель, как Мюнхаузен, типа, барон был. То есть он умеет придумать, как Шахерезадом, Шахерезада, вот эти сказки «Тысячи одной ночи». Зеленский – это придумщик. Он всё время что-то придумывает. У него люди такие, которые ему придумывают. Братья Шефиры, там этот, как он там, этот, который тоже у него в 95-м квартале был, там этот, Житков или как. Их очень много там. Они всё время что-то придумают, новое, новое придумают. Задача – отвлечь украинцев от реального, очень плохого положения дел, которое всё время ухудшается. Теперь смотрите, что будет очень в ближайшее время ещё хуже. Почему хуже? Итак, Безумное всё время сбрасывает новые всё новеллы, информации по поводу вот этого новой редакции закона про мобилизацию. Но закон сам по себе не конституционный, потому что он жёстко суживает права украинцев, нарушая конституцию. Тем более его готовит антиконституционный высший законодательный орган, которого уже не должно быть, а должны были быть выборы. Поэтому это всё делают люди, по сути, преступники. Но они сегодня захватили, это клика, которая захватила власть вместе с Зеленским, с его канцелярией, Ермаком, кто там работает. Придёт время, они будут очень несчастные, очень несчастные. Их будут вылавливать вот как крыс везде, где только можно. Потому что они делают миллионы людей несчастными и обрекают их на смерть. Поэтому их будут отлавливать. Придёт это время. Они просто историю не учили, они вообще ничего не учили, они ничего не знают. Понимаете? Но этот закон про мобилизацию, он делает военнообязанным всех женщин. Понимаете, что это значит? Там какие-то типа делают такие исключения. Но сначала это же как окно вертона. Это как приманку бросают, да? Не сразу превратить в рабов. То есть, это закон фактически о рабстве в Украине. Ну, даже это не феодальное. Это будет государственное рабство. Нацеленность. То есть, как только страна решает, что ей надо с кем-то вести войну, все население данной страны, как верхушка банда, захватившая власть, в государстве стационарного бандита, решила, что ей для её интереса, для её обогащения, монопольной прибыли высокой, им надо для захвата власти узурпаться, им надо вести с кем-то войну. Они сразу вводят в военное положение. После этого все становятся чётко открытыми государственными рабами. Вот и всё. Вот этот закон на это нацелен. Абсолютно нацелен. И женщин тоже хотят сделать государственными рабынями. Мужики будут государственными рабами. И женщины. Вот. И это как бы уже чётко прописано. И вот если эту самую женщину почитать без угла, то вы там это найдёте. То есть, ну хорошо, что говорят, что у умного на уме, то у кого-то на языке. Это хорошо, что она такая и есть. Но ей надо это говорить, иначе она теряет свою товарную ценность для дермака и для других членов канцелярии. Теперь смотрите, что будет дальше. Примут ли они этот закон? Ну, чем не принять? Они уже столько всего напринимали. Одной дрянью больше, другой меньше. Это уже не имеет значения. То есть, они уже являются фактически запредельщиками правового поля. Поэтому им уже отступать некуда. Им надо идти дальше по дороге беззакония, узурпации. Ну, естественно, они не могут открыто это делать, потому что, как бы там ни было, Зеленский всё равно говорит про свободу, про демократию, про защиту свободы, про то, что вот Украина идёт в европейскую семью, что вот приняли решение 26 стран без Венгрии на минуточку, что вот начнут с Украины переговоры о членстве. Поэтому он должен соблюдать какие-то приличия. Он вынужден их соблюдать, иначе его просто двери закроют, и скажут, ты слышишь, мы с тобой ничего вообще дела иметь не хотим. Поэтому он, поэтому остаются двери открытые пока. И, естественно, сейчас правильно пишут многие эксперты, определенные источники всякие, медийные, что сейчас женщины начнут массово выезжать, потому что данный закон лишает их вообще любых прав человека, как человека, свободного человека. Это самая главная ценность – свобода и права человека. То есть люди превращаются в рабов. И, естественно, государственный раб. А власть в государстве захвачена бандой, и поэтому это государство стационарного бандита, где все камажные высоты захвачены разбойниками, бандитами, или же ставленниками разбойников, бандитов, под прикрытием патриотизма и якобы борьбы за освобождение территории, которую нельзя освободить, потому что нет ни оружия, ни достаточной армии, ни средств для этого, ни денег, ничего нет. Ни поддержки нет со стороны государств, партнеров. То есть ничего нет, но надо изображать, что что-то есть. А на самом деле ставится цель этим режимом, и я вам говорил, это некрофильный режим. Уничтожение, так же, как в России, Путин тоже. Его тоже задача уничтожения как можно большего количества славянского населения на территории российской недораспавшейся империи. Она все равно должна распасться. Поэтому стоит задача уменьшить как можно больше славянское население на территории Украины и на территории России. Вот это самая главная задача. Как можно больше уничтожить славян, христиан, ортодоксов. И Путин, и Зеленский, как две стороны одной медали адовой, прекрасного исполняют. Просто чудесно. А остальных очень много недоумков, которые просто по своей наивности, по глупости это им помогают делать. А есть те, которые просто для этого бабло зашибают немеряное. А есть просто люди, которые думают, что это очень классно, что они патриоты, что они такую цель и с той стороны, и с нашей, и с украинской стороны. Поэтому, а на самом деле очень простой вопрос. Смотрите, сейчас Илон Маск воскресил вот этого, как он, фамилия у него? Джонс. Там Майк Джонс. А это, по-моему, тоже Майк Джонс. Очень интересно. Он выступает у этого атакера Каверсона. Посмотрите его. Сейчас ему разблокировали... Ну, теперь это сеть социальная Икс. И Маск разблокировал его профиль. Это просто фантастика. Вы тогда послушаете его, посмотрите его. Вы поймете очень многие вещи того, что с вами происходит и в Украине, и в России, и в Белоруссии. Потому что он это все четко обозначает. И то, что он сейчас опять вышел на поверхность и набирает колоссально его пользователей, которые его смотрят, это не просто так. Это не просто так. Теперь смотрите, что получается. Имеется ли у этой власти ресурс у Зеленского? Ну, будем прямо говорить, нет. Ресурса нет. Потому что, я вам объяснял, раз нет денег, нет оружия, плюс есть противодействие колоссальное. То есть вот эти так называемые военкоматы, их объединили теперь и с СБУ, и с полицией. И они вылавливают мужчин уже где только могут. Теперь и в спортзалах, и в саунах, и в торговых сетях, и в ресторанах. Везде где только можно. Естественно, что это люди, которых вылавливают. Это умные люди. Это люди в основном рационального мышления и прагматики. Понятное дело, что они не хотят терять свою жизнь. Потому что не Зеленским эту жизнь сдавал, понимаете? А у них есть мамы, папы, которые дали им эту жизнь, воспитали, вырастили. А жизнь им как таковую, душа пришла, дух по воле Господа Бога. Поэтому, а Зеленский кто такой, чтобы у них, или Путин, чтобы у них эту жизнь забирать? Это прямое решение должно быть человека. Отдать свою жизнь. За что то. Или за кого то. Так вот, это те в Украине, которые это понимают. Они не хотят за Зеленского, за его жену, за Умерова. Непонятно какого. За этого самого Ермака и прочих каких-то фигур отдавать свою жизнь. За мультимиллиардеров, миллионеров и так далее. Они не хотят. Они считают, что они вправе сами решать. За безуглую они, что будут жизнь отдавать. За кого? За Гетьманцева. Или за этого Стофийчука. За этого, как там, этого Арахамию. За кого они будут жизнь свою отдавать. Вдумайтесь. За вот это вот средовище. Они говорят, что мы не хотим. А вот это вся бла-бла-бла, так этот зеленый туман, так вы сами в этом тумане и ходите. То есть, теперь возникает огромное противостояние. Оно будет развиваться. Я просто сейчас еще не хочу вам описывать сценарий, как это все будет происходить. Реально. Но, если этих людей забирают, то, еще раз напоминаю, смотрите вот тот сюжет, который вы видели про этого депутата Сельрады. Как он грохнул тремя гранатами всю эту Сельраду. Все. Ничто не дает его биографии, кстати. Да, пишите, кто он такой, как это произошло, что. Опубликуйте его предсмертную записочку, пожалуйста. А что он ее говорит? Тайности. Какого нафиг следствия? Какого следствия? Записку опубликуйте, и там все написано. А разве ее не публикуете? Так же, как Данила в свое время не опубликовал последнее, что ему сказал этот бывший министр внутренних дел, который вдруг разбился на этом французском вертолете, который Аваков закупал и так далее. То есть, вы же скажите. А этого не говорится. Значит, есть что скрывать. Есть что скрывать. Но люди, они как бы вот это все воспринимают и прочее. Кстати, сегодня умер третий уже в эту ночь, третий водитель перевозчиков на границе. Третий. Я вас предупреждал. Это только начало. Будет больше. И смотрите, никто про это не говорит. Никто это не обсуждает. Это же беспрецедентно. Уже трое убитых. Да, можно сказать, что это смерти, так сказать, не продуманные. Хотя можно сказать, что они продуманные. Потому что те поля, польская группа этих убийц, украинских водителей и уничтожение украинской экономики, которые это делают, и есть ее известный лидер, они это предполагали, что будут такие смерти. Потому что морозы, холод, нервные стрессы, все. Это должно к этому привести. А если они не предполагали, то а почему их пока никто не задержал? А почему не вмешивается в это украинская сторона, украинская армия? Почему она не разблокирует эту границу? Не знаете почему? А что Туск молчит? Что он с Зеленским не встретился? Зеленский специально во Львов приехал, а Туск не встретился. Пришлось там Зеленскому кругами по Львову ходить. На кладбище, на вот это, Алерии, тут там еще что-то делать. То есть встречи с Туском не произошло. Это очень важно. Это очень важно. Вывод делаем. Вывод, что идет обрушение режима. Идет полное обрушение режима. И вы его увидите в ближайшее время. И теперь начнется сопротивление внутреннее. Причем оно будет хаотическое. Оно это хаос. Сейчас последнее посмотрите. Там социсследования. Там партия Залужного сколько набирает. Партия Блок-Зеленского. Потом Слуги народа там. Ну, уже то, что нету уже Порошенко. Ну, он чуть-чуть остался. А Тимошенко уже вообще нету. Это понятно. Там немножко появился этот, как этот, который там деньги собирает. Типа на эти дроны и так далее. Притула или как он там. То есть, ну, а больше все. Больше никого. Свобода там где-то вместе с этим Гройсманами и прочими. Это все уже шлак. Политический шлак. То есть, мы двигаемся в какую-то другую реальность. Никто еще не представляет в какую. Но скоро вы увидите. Поэтому, что можно сказать? Что режим Зеленского и слух народа добегая кинься. По всем направлениям. По всем. И 23-й год, этот год был, если по этим всем смотреть календарям и так далее. Это год был кролика. А по всем, как бы, элементам звездного массива, смотреть и всех прочих, так сказать, течений. То это будет год дракона. Это просто беспрецедентные будут события. Они так будут происходить такое, что то, что с вами происходит в Украине сегодня и в России, это покажется просто детским лепетом. И, естественно, на этом фоне война Украины и России, она становится вообще никому абсолютно не нужна, не интересна. И это как уже отработанный материал. Поэтому не становитесь отработанным материалом, дорогие мои. Не становитесь. Зеленский, его власть, а не защитить украинцев, что простых. Не хотят и не могут. Не хотят и не могут. И то, что в кулуарах говорят, что Зеленский говорил, что деньги можете не давать, то есть 12 пакет тоже не введен. Австрия не хамер не дал согласие на введение 12 пакета санкций. Потому что такие умные в Украине НАСК и кто-то еще, что они не выключили. Они говорят, временно выключили этот рейфайзинг. Понимаете? Но неужели рейфайзинг и действия НАСКа стоят 12 пакета? Вот вздумайтесь. Там мощнейший 12 пакет. Там очень серьезный удар. Значит, есть пятая колонна. Может, НАСК это и есть. Путинская пятая колонна, которая специально это сделала. Под видом борьбы типа с Путиным. Сделано так, чтобы 12 пакет санкций Евросоюза не был введен. Может, это специально все сделала. Как вы думаете? Василий Абсускин на моем канале. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok